Церковь в первую очередь. Это не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. Вы можете записывать и вести записи, если вы хотите, но вообще я хочу, чтобы вы насладились, послушали и увидели Бога в этом. У меня есть привилегия, такая возможность делиться своим свидетельством по всему миру. И я не знаю, сколько, может быть, больше тысячи уже пришли к Господу через это свидетельство. Многие хотят услышать мое свидетельство по причине того, что у меня было видение Иисуса, я видел Иисуса в Иерусалиме. В Иерусалиме в 1984 году. И первый вопрос, который мне задают, а как он выглядел? А как бы им увидеть Иисуса, как бы было возможным это? И, честно говоря, я не знаю, что рассказывать людям. Я рад, что я увидел Иисуса, но я не искал этого, не просил этого. Вообще еврей не задумывается об этом. Мы все знаем Фому, неверующего в Писании, да? И как он там и говорил о том, что не поверю, пока не вложу персты свои в раны твои и в рану в боку твою. И Иисус сказал что-то очень интересное ему. Потому что Фома поверил, когда он вложил руки в свои в раны Христа и видел это своими глазами. Он сказал, ты поверил, потому что ты увидел. Но блажены те, которые не видели и поверили. И тот момент, что я видел видение Иисуса, не делает меня более духовным, чем вас. Может быть, я даже менее духовный, чем вы. И поэтому я мог увидеть Иисуса. У Бога просто всегда есть метод, план и путь, как достичь абсолютно каждого разным способом. У меня было много барьеров и препятствий для того, чтобы принять Иисуса. Это должно было произойти что-то драматическое в моей жизни для того, чтобы я вот решился поверить в Иисуса. И это так и случилось драматическим образом, когда я имел эту встречу личную с Богом. И это абсолютно изменило мою жизнь. Позвольте мне вернуться где-то на сотню лет назад, потому что это примерно так далеко нам надо вернуться в моем свидетельстве. Мои прародители, прабабушка и прадедушка, страшно это звучит, да? Да, но жили век назад. Они из Литвы, с маленького еврейского местечка Штетла. Мой прадедушка вообще-то был в белогвардейской армии. И в те времена, если у тебя было два сына, один из них обязательно призывался в армию. И он был евреем, мой прадедушка, и при этом служил в белогвардейской армии. И он был достаточно большим, крепким мужчиной. И во время своей службы в армии у него появилось, он заработал такое заболевание легких, которое очень похоже на туберкулез. Он кашлял, не мог дышать нормально. И когда он посетил доктора, он задал доктору вопрос, что мне делать для того, чтобы я смог прожить долгую жизнь? Я бы тебе советовал жить там, где высокое давление, в горах, в горной местности. Тогда ты сможешь прожить максимально долгую жизнь, возможную для тебя. И он спросил, куда же мне ехать, где такие места есть. И в те времена в Южной Африке была золотая лихорадка. И недалеко от Йоханнесбурга, где есть эти золотые копии, высокие горы, достаточно высокие. И доктор сказал, что много евреев из Литвы уезжают на заработки в Южную Африку, в золотые копии. И открывают магазинчики, начинают торговать золотом, с африканцами торгуют. А африканцы имели такое хорошее отношение с Германией. Они были союзниками Германии. И мой прадедушка, он на корабле поплыл в Африку, при этом оставил в Литве прадедушку моего и также братьев и сестер. И пока он ехал туда и там был, началась Первая мировая. И где-то там недалеко, рядышком, была наша революция. И они были разделены и много лет не могли попасть в Южную Африку родственники. И вы можете представить себе, как тяжело им пришлось выживать в тот период времени. И в то время были как раз времена погромов. Все вы знаете, что такое еврейские погромы. И из-за того, что евреям приходилось страдать так сильно, многие вещи хранились секретами, годами. И только через много лет что-то вскрывалось и всплывало. У моего прадедушки мама была очень-очень маленькой, такой хрупкой женщиной, а его отец был таким тоже коренастым, большим мужчиной. И она была, наверное, я не знаю, как в метрах, это 5 фитов ростом. То есть низенькая очень. И четверо детей. И во время погромов русские солдаты пытались изнасиловать ее маленькую дочь. И она убила их лопатой. Она, вот эта хрупкая, маленькая женщина, закопала их тела. И только два с половиной года назад, когда я писал свою книгу, я обнаружил эту деталь. Представьте себе маленькую, еврейскую, хрупкую женщину, которая убивает двух русских солдат, огромных, для того, чтобы защитить свою семью. Мой прадедушка, когда он добрался до Южной Африки, он всегда любил лошадей. И он всегда держал лошадей, и его лошадь всегда побеждала, имела много наград на всех выставках. И я спрашивал его, откуда же у тебя такая любовь к лошадям? И он сказал, что, когда русские были, он в конюшне помогал чистить русских солдат-лошадей. И они платили ему куском хлеба. И он делился этим хлебом со своей семьей, таким образом они выживали. После Первой мировой войны у них появилась возможность соединиться с прапрадедушкой и попасть в Южную Африку. И мой дедушка, прапрадедушка даже знавал Троцкого, потому что тот тоже был товарищ еврей. Мой прадедушка любил выпить, поэтому что из его рассказов было истинное, что нет, я не могу. Я не знаю, он просто видел его или был знаком с ним, но вот есть информация, что знали Троцкого. Но факт в том, что он исторически был в это время там, то есть мой прадедушка застал эти исторические времена. Начало революции и Первую мировую войну. И причина, что прапрадедушка имел это заболевание с легкими, и это повлекло то, что они переехали в Южную Африку, стало спасением для моей семьи. И спасением для более чем ста тысяч евреев. Потому что села, из которых вышли мои прадедушка, прапрадедушка и прапрабабушка, это были одно на 60% еврейским, другое на 50% еврейскими селами. И после Второй мировой, ни в одном из них не осталось ни одного еврея. Это вообще удивительно, когда ты смотришь, что Бог делает, как Бог руку свою ставит, чтобы защитить свой еврейский народ. Как он может использовать то, что изначально выглядит как болезнь, как какая-то проблема, для того, чтобы просто спасти всю мою семью. И моя прабабушка приехала в 1830-м с Литвы. Они все были из ортодоксальных еврейских семей. И где-то 90% евреев в Южной Африке, они ортодоксальны и посещают синагоги. Включая мою семью. Я считаюсь вторым поколением, который уже был рожден в Южной Африке, потому что мой папа и мама уже родились в Южной Африке. И из-за того, что мой отец пережил очень много антисемитских таких ситуаций во время обучения в государственной школе в детстве, он не хотел, он хотел меня защитить и не хотел, чтобы я испытывал то же самое. И он отправил меня в частную еврейскую ешиву, школу, где все 100% были евреи. Он хотел защитить меня. Но негативная сторона этого, что после этого было тяжело адаптироваться в социуме вообще, в мире, после закрытого учреждения. Потому что школу, которую я посещала, она была сугубо еврейской. И область, место, в котором мы жили, местность, 90% населения было ортодоксально евреи, все соседи были евреями. И я вообще не знал, как взаимодействовать, как общаться с неевреями. И я очень боялся церквей. И в Йоханнесбурге, за нашим домом, там где-то вдалеке, была церковь. И на крыше огромный крест был. И это крест был с неоновыми огнями, и он светился вечером. И мой прадедушка рассказывал очень страшные истории о погромах. И как неевреи, как христиане общались, обращались тогда с еврейскими соседями. И когда случался погром в еврейской деревне, это были или казаки русские, или просто российские солдаты. Но впереди шел обычно православный священник с огромным крестом в руках. Сейчас я, естественно, знаю разницу и понимаю настоящих христиан и тех, которые тогда делали это. Но для еврея не было разницы. Они не видели разницу между настоящими верующими и теми, кто делали такие вещи. Все, что знали евреи, что есть такие христиане, они называются христианами, и по воскресеньям они ходят в церкви, а в будни они могут совершать погромы. Это не то, как сегодня есть евангельские церкви, протестантские церкви, есть харизматические церкви. Тогда была просто одна христианская православная церковь. Я не знал о существовании христиан, которые любят евреев, любят Израиль. Я не знал, что они существуют. Это может быть звучит для вас, как что-то ненормальное. Но я представлял, что церковь — это место, где христиане собираются вместе, и обсуждают, какие плохие евреи, и как они плохо сделали, что распяли Иисуса. Я ненавидел церковь и очень боялся. Мой папа подарил мне на день рождения пневматический пистолет. Можно ли у лягушек и птиц стрелять таким? Это был воздушка, да? Моя цель была поразбивать все лампочки на кресте. Я очень старался. Я думаю, что радиус моей воздушки был не сильно далеким, я не мог попадать, но старался я очень сильно попасть в лампочки на кресте. Но как у ребенка еврейского у меня самая важная цель в жизни была позбивать те лампочки на кресте. Так этого я и не смог сделать. Поэтому вы можете представить, какое мое отношение было к христианству и к этой стороне. Поэтому Богу понадобилось сделать кое-что очень драматическое в моей жизни. Я после окончания школы поступил в университет и несколько лет изучал юриспруденцию, закон. И я думал, чего я закон изучаю? Зачем мне это? Ну, если ты еврей, у тебя всего три опции есть. Или ты становишься адвокатом, или ты становишься доктором. Или бухгалтером. Если талант, можно еще скрипачок. Но у меня нет музыкального таланта. Я выбрал адвокатуру, потому что я очень любил спорить, хорош был в спорах и любил этим заниматься даже со своими сестрами. После того, как я несколько лет поизучал юриспруденцию, закон, я понял, что это не то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. И в то время мы обязаны были в Южной Африке служить в армии два года. Но это очень похоже с вами. У вас тоже раньше было служить два года. И моя цель была попасть в Израиль и послужить в израильской армии. И я тогда встречался с еврейской девушкой и думал, что я женюсь на ней. Поэтому я остался служить в южноафриканской армии, чтобы быть поближе к ней. К сожалению, не сработало, не женился я на ней. Но остался в южноафриканской армии. Слава Богу, он в контроле над всеми ситуациями. Мои первые полгода в армии буквально можно назвать было адом для меня. Примерно 800 неевреев и где-то 21 еврей на нашу базу солдатскую. Кто-то из вас знаком вообще с африканцами, с южноафриканцами? Представление имейте, что это за люди? Когда я говорю африканас, вы думаете, что я говорю про черных. Я говорю не про черных людей. Африканас — это люди, которые живут в Южной Африке, они выходцы из Голландии и Германии. И многие из них, они крупные такие ребята. И многие из них не любили и черных, и евреев. И тут я, маленький еврей, застрял между ними на два года. Я занимался кунг-фу четыре года до армии. И я занимался полноконтактным боем, то есть близкий контакт. Я знаю, что это необычно для еврейского мальчика, но я был хорош в этом. И я выигрывал много соревнований. Но я знал, что если я просто побью одного из этих африканасов, то меня будут бить каждый день все мои оставшиеся два года в армии. И мой инстинкт самосохранения сказал мне, не показывая им, что ты умеешь драться. Потому что тогда у них будет единственная цель преподать урок этому еврею. А я не дам удовлетворить им это желание. И был там один африканас, очень-очень большой, такой крупный парень, он фермер. Он был очень большой, но я не думаю, что его мозг был очень большой. Парень был очень большой, но я не уверен, что его мозг был очень большой. и он очень обожал сгущенку. И он мог просто открыть банку и выпить за одну минуту банку сгущенки. И я не мог в это поверить, это просто невозможно для меня. Но я знал, что все абсолютно боялись его. Моя еврейская способность к выживанию, мои способности подсказали мне. Я сказал ему, я тебе даю одну банку сгущенки в неделю, будешь моим охранником? И он согласился, и у меня был вот такой охранник, которого я никогда больше не имел в жизни. И он охранял, он хранил мою жизнь за банку сгущенки в неделю. Так что Бог дал мне такую очень интересную стратегию для выживания, особенно в первых моих полгодах. И в течение этих первых шести месяцев моего пребывания в армии, и особенно в течение первых шести недель, там был один парень, который все время говорил со мной о Иисусе. Это тяжело объяснить, но он принадлежал какому-то христианскому культу. Может быть, вы слышали, может быть, нет, церковь мирового господства, вселенская такая церковь. У них есть очень-очень странные учения, и он был достаточно странным парнем. И несмотря на это, он любил меня, ему нравились евреи, и это коснулось моего сердца. И он всегда говорил мне о Иисусе, и при этом говорил о еврейских праздниках, и я ничего не понимал из этого, но мне было интересно. И наконец, я сказал ему, слушай, я еврей, а евреи не верят в Иисуса, поэтому прекрати мне рассказывать про Иисуса. Сразу после этого он сказал, хорошо, открыл Библию свою. И он сказал, прочитай вот этот Псалом, и в нашей Библии это 21-й Псалом. Я не знал, что я собирался читать, я просто поверил и начал читать. И он начинается, Господь мой, почему ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Но у нас нет сейчас времени прочитать весь этот Псалом, но я прошу вас, прочтите его внимательно дома. Но давайте спустимся на 14-й стих. У нас это не 14-й, а 15-й стих. Я пролился как вода. Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск. Растаяло посреди внутренности моей, сила моя и сохло, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. И идем дальше. 17-й стих, вторая часть. Пронзили руки мои и ноги мои. 19-й стих. Делят ризы между собою, и об одежде моей бросают жребий. И когда я это только прочел, я мгновенно понял, что здесь говорится про Иисуса. И здесь описывается его распятие, и я сказал, прости, но евреи не верят в Новый Завет, и я не буду читать Новый Завет про Иисуса. Видите, как Бог меня зацепил? Хорошим образом обманул меня. Я стоял и думал, что я читал Новый Завет, но это был Ветхий Завет. И я вам так скажу, если вы ничего не запомните из того, что я буду делиться с вами нескольких следующих дней, любой из вас может сказать любому еврею «прочти этот псалом». Это самое легкое, что вы можете сделать. Открываете Библию и говорите «слушай, прочти вот это на секундочку», а потом просто скажи «как ты думаешь, о ком это?» И для меня это выглядело так, как будто я читаю Новый Завет. Что невероятное об этом псалме? Он был написан между 800 и 1000 годами до фактического распятия Христа. Меня не было там, я не знаю, как царь Давид написал это, но я верю, что это могло быть так, что он увидел видение и он описал свое видение, которое он видел. Я верю, что Бог мог дать видение царю Давиду, видение распятия Христа на кресте, и он это мог записать. И он пророческий псалом, который нам в деталях описывает распятие Христа. и я сказал, отдал ему Библию, говорю, слушай, евреи не читают Новый Завет, пожалуйста, больше мне это не давай. И он сказал, прости, но это псалом номер 22 в Английской Библии, у нас 21, и это Ветхий Завет. Это написано царем Давидом, он сказал. И если вы посмотрите в заголовок 21-го псалма, там написано пророческий псалом Давида о страданиях Иисуса и его славе и вечным служением у избранных. Здесь заголовок псалом Давида, да, Я посмотрел и увидел, да, Ветхий Завет. И мой еврейский мозг пытался найти повод, способность просто избежать этого, перепрыгнуть это, как-то избежать участия об этом, о том, что я вот такое сверхъестественное прочитал. И я сказал ему, так, короче, это похоже на Иисуса, это потому, что вы не евреи, не знаете вообще еврита. И вы все попереводили так, чтобы это выглядело, как будто говорится о Иисусе. чтобы вы могли вот так обмануть такого неготового еврея, как я. И я сохранил это в разуме, пока не закончил армию, не отслужил. я решил, я приеду в дом своей бабушки, у нее есть ветхий завет на еврите, и я прочитаю, что на самом деле еврит мне говорит там. Я не мог дождаться, как это, увольнения, да, увольнения, чтобы поехать, наконец-то я его дождался, поехал к бабушке. И у нее был ветхий завет с комментариями раввинов на английском. И что было интересно, что перевод был очень, очень близок к тому, что мне дал парень прочитать. И единственное, разница была, когда здесь 17 стих, вторая часть, говорится «пронзили руки мои и ноги мои». Это слово имеет второй перевод как «лев». Там слово такое, ну вот имеет два значения «пронзили» и «лев», «как лев на моих руках и ногах». В некоторых английских переводах там можно даже найти такой перевод, оно переводится так. Ну, в английском, короче, чтобы вы понимали, есть две опции. Там есть перевод «пронзили» и «лев». И вот в чем интересный момент. С иврита вы действительно это слово без огласовок можете перевести и таким образом, и таким. потому что оригинальный иврит он написан без огласовок. И вот здесь этот момент можно использовать как бы в аргументах с раввинами. никакого логического смысла нет во фразе, когда звучит как львы на моих руках и ногах. Оно вообще не касается никаким образом другого стиха в этом псалме. Никаким. И если раввины уж так сильно уверены, что Иисус не является Мессией, почему тогда они переводят это слово, выбирают переводить его этим вариантом, который не дает вообще никакого смысла, не приводит ни к какому значению? И другими словами, если бы перевели они это правильно, как пронзили его руки и ноги, это очень слишком похоже на Иисуса, и тогда это была бы попытка, что они прячут, пытаются спрятать истину. А если он не Мессия для них, тогда пусть истина будет сама собой, пусть слово переводится правильно, и если он Мессия, тогда тоже пусть перевод будет правильным. Но искренне я верю, что они пытаются просто замаскировать истину и спрятать ее. И как только я прочитал этот Псалом, в принципе, я поверил, что Иисус, он еврейский Мессия. И я по-искреннему ничего не понимал, что мне делать с этим, потому что парень, который евангелизировал меня, он принадлежал к христианскому культу. И после этого мне еще предстояло 18 месяцев в армии с этими страшными африканосами в тяжелый период моей жизни. И все эти два года с первого дня они звали меня евреи. Ни одного раза они не называли меня по имени. Африканосы называли меня ют. Даже высшие чины по рангу они не называли меня ни разу по имени. И я с этим ничего не мог сделать. И я перешел в другие войска более не боевые части а обслуживающие больше. в офис. Не 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 в офис в те батальоне и в этом батальоне в этом особом батальоне я выглядел очень таким смышленым поэтому они меня туда и отправили в это подразделение. Это было очень странно но это в этом тоже была Божья рука. И последующие 18 месяцев в армии я очень хорошо и усердно занимался боксом и я достаточно хорошим боксером стал что является очень необычным для милого еврейского мальчика как я но мне надо было выживать и у меня прямой нос потому что я хороший боксер он не с переломами которые свидетельствуют о том что ты плохой боксер внешне я проходил борьбу и я ее выигрывал а внутренне я проиграл борьбу проигрывал потому что я ненавидел африканусов за то что они ненавидели меня как еврея и я в принципе превратился в такую личность которой я не хотел бы становиться со мной никто не мог побороться физически но внутренне я проиграл битву у нас всего осталось две минуты до перерыва и после перерыва я расскажу о том как я физически встретился с Иисусом но сейчас и то что я сейчас хочу вам сказать заключение этого урока что после армии я покинул Южную Африку и не хотел туда возвращаться я жил в Израиле в Кибуце и в итоге уехал в Америку и мигрировал чтобы продолжать обучение свое там и последние 10 минут своего свидетельства поделюсь с вами после перерыва перерыв до сих пор до сих пор я до сих пор Продолжение следует...